Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре S1. Друзья, это полная версия игры. Я на самом деле хочу высказать вам слова своей нереальной благодарности за то, что вы настолько активно посмотрели первый взгляд на демку этой игры. Там больше ста тысяч просмотров собралось. Я на самом деле реально подохренел от этого. Ребят, спасибо вам всем огромное за поддержку. И вот сегодня, друзья, ко мне в руки попала финальная версия игры. Полная версия игры. И сегодня, ребята, мы с вами посмотрим, как это, что это и что это вообще в целом из себя представляет. Итак, открываем сразу аварии. Наши кейсы, как они здесь называются. Я прошел вступитель на это задание, которое с манекенами идет. Я теперь все понял. Теперь наша задача здесь не только, оказывается, наша задача состоит в том, чтобы спасти людей, но еще наша задача состоит в том, чтобы разобрать ДТП. Ну, если хотите, типа мы как будто бы аварийный комиссар, да. И вот в виртуальной реальности мы с вами разбираем то или иное ДТП. Ну и, конечно же, наша задача спасти людей. И самое главное, не погибнуть самому, потому что может там случиться что-то такое, что мы сами можем просто-напросто погибнуть. Итак, пока на выбор у меня доступны два сценария. Скорее всего, после их прохождения появятся новые. Точно не знаю. Так что, ребят, если вам интересно будет прохождение этой игры, пишите в комментариях обязательно об этом. И будем проходить. Почему бы нет? Я лично прямо очень в этой игре заинтересован. Здесь у нас провинция Террамо, Италия. Но самое интересное то, что здесь у нас, ребята, есть Россия, Ленинградская область. Россия, 4 марта, правда, уже 2021 года. Время суток 14.20. Первый реагирующий элемент это, скорее всего, тот человек, за которого мы и будем играть. Ну и пострадавшие здесь уже у нас также прописаны. Ну что, давайте начнем симуляцию. Посмотрим, как у нас видят разработчики русскую зиму в Ленинградской области. Ну, уже по фотке видно, что это далеко не Ленинградская область. Это где-то в Сибири, наверное, скорее всего. То есть прям совсем-совсем много снега. Я не думаю, что в Ленинградской области прям вот так все зимой. Не думаю. Ну вот. Так, мы едем. По звукам, я думаю, все нормально. Но если что, даже, кстати, давайте, может быть, мы чуть-чуть подбавим. Прям вот так вот, наверное, мы сделаем по звукам. Графику я поставил на среднюю, ребят, извините, да, но на ультрах здесь просто капец. Я уже третий раз перезаписываю это видео. И просто ужас какой-то. Она жутко неоптимизированная. Ну, это все-таки 4К разрешение. Как бы стоит быть к этому готовым, но тем не менее. Так, вижу у нас вон там люди. Влетели они, получается, в эту беседку. Так, вызов экстренной службы. Подбираем телефон. А связи нет. Да, у нас нет связи. Так, вот это уже проблемка. Там я на трассе слева видел внедорожник синий, на дерево был намотанный. Давайте-ка мы, наверное, заранее... Вон он там моргает аварийкой. Давайте мы заранее сейчас быстренько туда сбегаем. Возьмем треугольник аварийный. Закроем багажник. Тем людям, я не знаю, мы сейчас ничем не сможем помочь, потому что здесь нужен специнструмент, чтобы их оттуда извлечь. Поэтому, ребят, извините, я, наверное, сбегаю к тому человеку. Быстренько сейчас мы попробуем все порешать. Так, нам главное сейчас дорогу так перебежать, чтобы нас тут не кокнули. Побежали, 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 побежали. Так, у нас появилась метка для треугольника. Сейчас мы его быстренько поставим. Все, знак аварийной остановочки у нас есть. И по обочинке бежим, 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 бежим. У нас остается очень мало времени, чтобы людям помочь. Я буду надеяться искренне, что у того человека есть телефон. Хотя бы какой-то, чтобы хоть какая-то связь была. Что ты мне дадишь там? Знак не видел, что ли? Открываем дверь. Так, вот он, да, телефон, смартфон. Во, у него есть связь. На рапторе, блин, летел сюда. Капец, конечно. Толстно. Спасибо, скорая приедет, как может скорее, пока я вам дам инструкции, что делать. Выключить зажигание. Но это понятно, да, что мы должны выключить зажигание в автомобилях. Нам еще как-то надо в тот автомобиль будет тогда попасть. Так, здесь мы зажигание вырубили. Будь осторожны при переходе улицы. Так, брат, ну я тебе не знаю, я тебе ни с чем пока что не смогу помочь. Единственное, только зажигание я выключил у тебя в тачке. Давай, побежали. Обратно сейчас попробуем как-нибудь к тем людям попасть. Знак вроде бы стоит. Так, 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 перебежали, перебежали, хорошо. Так, теперь нам надо в этот автомобиль каким-то образом попасть. Попробуйте убрать доски. Так. Развалины, убираем. 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 Ребята, извиняюсь, если щелкает мышка, но просто у меня та мышка, которой я пользуюсь обычно, здесь не хватает ее сенса, поэтому своей обычной мышкой рабочей, так скажем, игровой пользуюсь. Так, здесь все у нас убрано. Это у нас развалина, застрявшая. Так, у нас тут дед какой-то за рулем сидит. Выключили мы зажигание. Так, проверка точного местонахождения. Но это по навигатору мы уже в своей машине посмотрим. Сэр, вы меня слышите? Не вынимайте жертвы из машины. Вот, смотрите, да, вот о том, кто говорил, что, типа, вот, не дай бог, встретить таких людей в реальной жизни потом, да, таких помощников, как я. Смотрите, там сверху даже подсказочки, типа, выпадают о том, что, как бы, вот, нужно делать в реальной жизни, если, не дай бог, вы станете свидетелем всего этого. Он дышит. Дышит, 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 дышит. Это хорошо. Так, эта дверь у нас заблокирована. Нам бы тут дальше по-хорошему поработать над вот этим всем. Здесь все тоже позаблокировано нахрен. Блин, как она жестко виснет, ребята, это просто, я не знаю, это ужас какой-то. Она капец как виснет, это капец. Как мне к тому попасть-то, бедолаги, а? Как? Как мне к нему попасть? Правое окно вниз, ну, хотя бы так. Через стеклоподъемник попытаться его уже, я не знаю, каким-нибудь образом. Вот так хотя бы залезем. Ремень отстегиваем. Бабуська. Живая бабуська. Так, бабуська живая. Теперь нам надо к тому, короче, челику подбежать. Но чтобы 20 раз не бегать, мы сейчас сразу определим свое местоположение по моей машине по навигации. Так. Все. Живи, 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 дядька, давай в этом форде живи, сейчас я вернусь. Капец, они летают. Здесь, видимо, было само столкновение. По всей видимости. Никого нет, перебегаем на дорогу. Не, локация, конечно, красивая сделана, не без косяков. Но, тем не менее. Башка разбита. Тоже дышат. Это хорошо. Все живые, все дышат. Так, у него рана. Так, защитить их от голода. Вот это, ребята, я не знаю, как делать. Вот это правда, я вообще хер знает, как делать. Значит, у меня в тачке должно быть какое-то одеяло, наверное, я не знаю. Печка первой помощи. Ну, давайте сейчас мы к тому сбегаем, так как он у нас прям такой-такой капец пострадавший. Бабуське бы по-хорошему помочь, она прям совсем-совсем уже плохая. Хм, как их от холода-то защитить? Типа, ну, печку в машине, что ли, включить, я не знаю. Дров наколоть? Вытащить? А нахера я его вытащил? А, нет, нет. Прям на землю его, короче, положил. Капец. Ой-ой-ой, перчаточки. Так, а все, я не знаю, что с ним делать. Куда его обратно деть, я вообще понятия не имею. К себе в тачку я его не смогу. Там бабка сейчас, по-моему, крякнет уже, надо к ней бежать. Капец, ребята, это вообще, я не знаю, как это все проходить за одно видео. Так, а все, как я к ней, я к ней никак не попаду, я ее никак не вытащу. Я с ними ничего не могу сделать. Я с ними ничего не смогу сделать. И доски эти сраные я никак не смогу убрать. Они просто, ну, все, я ничего не могу сделать, ребят. Все, допустим, эти два у нас... Ну, бабка сейчас умрет. Все, ей хана. Она сейчас помрет. Блин, тихо. Все. Время окончилось. Давайте попробуем, я не знаю, отмотать. Пока я тогда из этой выйду, мне как-то надо попытаться бабушке помочь. Машина едет. Ну, у них там только вот единственное, это реально просто взять их и закрыть в автомобиле. Потому что больше я реально ничего не смогу сделать. Просто закрыть типа стекла и все. Ну, тут уже четверо откуда-то пострадавших взялось. Сзади там никого нет. Правое окно мы поднимаем вверх. Все, с ними я ничего не могу сделать. Все, вот, они просто здесь сидят и все. И я думаю, что там все будет с ними нормально. Защитить пострадавших от холода. Со своей как-то тачкой что-ли что-то сделать, я не знаю. Может завести ее как-то, чтобы того чувака перетащить уже ко мне в машину. Нет, я этого не могу сделать. Но единственный вариант реально только остается его сюда тащить. Других вариантов... Ой, как лагает, это просто трындец. Других вариантов нет. То есть просто его тогда реально вытаскивать из машины и тащить к себе в тачку. Блядь, надо было аптечку взять. Блядь, надо аптечку. И у него в тачке аптечки нет. Да что ж такое? Ну бабуська умирает. Я не понимаю, почему она умирает. Они же вроде как там в сознании все. С ними в принципе все должно быть хорошо. Перебежали. Бля, Вован, я тебя пока дотащу. Это вообще пипец. Нас собьют быстрее, Вовка. Вован! Блядь! Куда ты едешь, блядь? Вован, живи. Давай, давай, мужик. Все нормально будет. Сейчас я к себе в тачку тебя посажу. Бабка, главное, там это не крякнуло. Давай, 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 веселее. Господи, как это все медленно, а? Ну как я их открою-то, блядь? Еще бы не лагала вот так, как она лагает. О, скоряк приехал. Так, вот теперь, ребята, мы будем заниматься конкретно расследованиями. Теперь наша задача состоит в том, чтобы искать... Игорь захлопывает тормоза, которые блокируют все четыре колеса. Ну, это я понял. Развалина застрявшей, развалина застрявшей. Так, ну-ка, что там спереди есть? Какие подсказки? И врезается своей машиной в сарай на парковке. Ну, в принципе, так оно и было, да. Я соглашусь. Все их эвакуировали. Так, ну это уже конечная цепь. Нам надо вообще определить, где было столкновение. Ну, в принципе, это достаточно легко определить по... О, все, они дорогу перекрыли, полицейские нормально. Следы торможения. Вадим теряет контроль на своей... А-а-а, все! Все-все-все-все-все-все-все, ребята, я понял. Я понял, что произошло. Я понял, что произошло. Короче... Пикап ехал... Грубо говоря, в ту сторону, да? Так. Подожди. Ну, это все ключи, да? Вот, короче, наш последний ключ. Врезается. Блокировка. От обратного, ребята, пойдем. Так будет, наверное, немножечко попроще. Так. Вадим теряет контроль на своей машине во время смены полосы. Гребышкину удается контролировать. Это уже было, как бы, типа, после удара. Пикап врезается в дерево. Так. Ну, первое это было то, что он начал менять... Вот сюда, наверное, да. Дмитрий потеряет контроль. Вадим сталкивается с машиной Мышкина. Игорь Мышкину удается контролировать. Потом он захлапывает тормоза. И он врезается. А уже после этого пикап врезается в дерево. Нет. Неправильно. Как тогда? Вадим теряет контроль над своей машиной. То есть, все. Он выехал, грубо говоря, навстречку. Сталкивается с машиной Мышкина. Мышкину удается контролировать горку. Повернуть на стоянку. А, может быть... Действительно, наверное, это лучше сделать вот так. Просто на одну стадию все это подвинуть. Вот, типа, да. Вот сюда. Во! Все, да. Да, все. Так, Игорь Мышкин. Несмотря на потерю сознания после удара в лачугу, серьезных травм у Игоря не обнаружено. Парамедики смогли реанимировать его по дороге в больницу. И он был в состоянии покинуть ее на следующий день. Отлично. Леся Игоревна Мышкин. Во время аварии Леся получил лишь незначительные травмы. К сожалению, из-за преклонного возраста и плохого общего состояния здоровья, выздоровление было медленно и проблематично. При поддержке мужа и их детей она через несколько месяцев покинула больницу. Это тоже хорошо. Все живые остались. Вадим Круглов. Травма головы не была серьезной угрозой его жизни. Столкнувшись с деревом, он сломал несколько ребер, что вызвало множество внутренних повреждений. В том числе пробитая легкая. Большинство из них вылечились в больницу. Он долгое время с осталью нас прилегал, потому что пришлось закрыть свое дело. Типа бизнесменом он, короче, был. Все, ребят, мы с вами расследовали сценарий. Конечно, не без ошибки, но как бы оно и понятно, да. То есть нам доверяют такой сразу крупный сценарий. И волей-неволей ты все равно немножечко, типа, там торопишься. И вот, ну, так или иначе бывают, конечно, проблемы. Но, тем не менее, ребята, расследование в Ленинградской области мы с вами завершили. Я считаю, очень даже успешно. Ребят, спасибо вам всем огромное за внимание. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Я очень надеюсь на то, что эта игра вам зайдет, а не то, что, типа, первое впечатление, там, первый взгляд и все на этом. И остальные ролики по этой игре будут там набирать по полторы тысячи просмотров. Я, ребят, очень надеюсь, что для вас это действительно интересный проект, ровно так же, как и для меня. Если это так, пожалуйста, лайк на канал, подписывайтесь, если не подписаны. Вообще впервые здесь находитесь. Я, наверное, создам целый плейлист с этими прохождениями. И ссылку на него в описании оставлю. Все, ребят, спасибо вам всем огромное. Пока-пока. Увидимся. Пока-пока.